ЕПИФАНИЕ 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 – это чрезвычайно знаковый пункт, знаковое место для всего Куликова поля. Именно с него, в принципе, началось освоение этой территории, продвижение московского государства на эту территорию в XVI веке. Во второй половине 60-х годов этот город был построен князем Мстиславским. Его можно назвать, скажем так, третьим человеком в московском государстве по значимости. Он был в это время руководителем земщины. Этот город в те времена открывал путь московскому государству экспансией южных земель. Для нашего музея Куликова поля ЕПИФАНИЕ чрезвычайно важна именно как северные ворота на музее заповедника Куликова поля. И ее изучение является одной из приоритетных задач нашей археологической экспедиции. Изучать ее начали еще в 90-х годах. За небольшой промежуток времени нам удалось выявить на территории непосредственно самой ЕПИФАНИЕ, ее центр, как острог, построенный уже в XVII веке, так и остатки нескольких двух городищ древнерусского периода. Местонахождение острога XVI века пока, к сожалению, еще не обнаружено, не локализовано. Но благодаря работам этого года мы можем предположить его месторасположение. Кроме непосредственно острога и вокруг города располагался достаточно большой комплекс свобод. В XVI веке эти свободы располагались, как это и написано в Песцовой книге, вдоль реки Дона, по обоим ее берегам. Наши работы в настоящее время продолжают выявлять новые участки, где располагались эти свободы, ставить эти памятники археологии на охрану. Так, в прошлом году нами было выявлено два поселения XVI-XVIII веков, которые также и относятся к ЕПИФАНСКИМ СЛОБОДАМ. Продолженные работы этого года позволили нам дальше проникнуть в глубь изучения епифанской истории и продолжать выявлять, находить остатки располагавшихся около города казачьих СЛОБОД. По всей видимости, та СЛОБОДА, на которой работали мы в этом году, имеет название Шевыревой. Часть этой СЛОБОДЫ уже была нами не только выявлена, но и поставлена как памятник археологии. Мы находимся в рабочем поселке ЕПИФАНСКИМ КИМОВСКОГО РАЙОНа Тольской области на так называемой Шевыревой СЛОБОДЕ. Причем эта СЛОБОДА, в принципе, казачьи СЛОБОДЫ и ЕПИФАНСКИМ, они очень богатые. Здесь хороших приличных находок очень много. Они там конца второй половины XVI-XVII века, то есть довольно поздние, но тем не менее археологически этот период не очень хорошо исследован. Городской слой, опять же, он очень имеет близкие аналогии с городским слоем города Тулы. Многие предметы, которые мы находим здесь, нам уже знакомы по раскопкам в Туле. Находки 2024 года, СЛОБОДЫ и ЕПИФАНСКИМ, работаем, собственно, используя две методики. На СЛОБОДАх, которые подвергались, территория которых подвергалась распашке, мы можем работать с металлодетекторами. То есть, как обычно, мы ходим свободным поиском, выясняя таким образом границы скопления находок. Собираем керамику и металлические предметы. Также разбиваем створы. На СЛОБОДАх, которые не подвергались распашке, такие участки тоже есть. Мы закладываем шурфы, ну и будем в дальнейшем закладывать классические раскопы достаточно большой площади. Тем не менее, насыщенность слоя металлическими предметами очень высокая. И даже из шурфов, метр на метр, два на два метра, мы поднимаем достаточно много находок. Большая часть предметов – это предметы бытового плана. В Епифане они интересны тем, что в сравнении с другими поселениями, они достаточно богатые. Находок достаточно много, в частности, находки замочных ключей. Здесь их представлено всего четыре штуки, на самом деле их гораздо больше. Вообще, в этом году у нас более трехсот находок епифанских СЛОБОД. И ключи, замочные ключи, это достаточно большой процент из них составляют. Что говорит о том, что людям было, что закрывать на замок. Также много сапожных подков, много подков конских, так называемых бабочек. К сожалению, они обычно очень плохо сохраняются, не целые. Ну и металла на них было мало, и металл, видимо, был не очень хорошего качества. Кстати, все находки горелые. То есть, они были в слоях, которые, поселения, которые подвергались все время пожарам. Епифане все-таки город-крепость, подвергалась неоднократным набегам татар. Кроме замочных ключей, у нас есть достаточно много светцов, так называемых. То есть, это вот такой предмет, забивался в стену, в него вставлялась лучина, ну и таким образом осуществлялось освещение жилищ. Что касается снаряжения лошади, то у нас достаточно много удил, они достаточно тоненькие. Такого вот плана, вот это вот более или менее целое. Шила, которые использовались для выделки кожи, для изготовления различных приспособлений, различного снаряжения, вернее, одежды, обуви и прочего. Пряжки достаточно большие, на широкий ремень, они в рабочем состоянии, хоть сейчас одевай и используй. Для обработки дерева инструменты, вот типа вот такого голота. Вообще инструментов достаточно много, встречаются следы металлопроизводства, достаточно много шлаков и несколько критц нам попалось. То есть мы представляем, где находились кузницы на этих поселениях. Они тоже, я думаю, будут раскапываться в дальнейшем. Перстни. Украшения представлены перстнями. Перстней тоже довольно много. Они, кстати, все очень маленького размера. Крестов очень много. Все кресты датируются периодом существования Епифания именно как крепости. Вообще, епифанские слободы, они, судя по находкам, характеризуются тем, что на них жили именно в то время, когда Епифания выполняла функции крепости. Это очень удобные памятники с точки зрения археологии. На них практически нет предметов более поздних и более ранних эпох. То есть здесь все достаточно однородно, и если какой-то предмет вызывает сомнения, то все же с большей долей вероятности мы его можем отнести именно к периоду существования Епифаники как крепости. Ну и самое главное, самое интересное, это предметы вооружения, которых не так много, конечно, как на полях сражений, например, как на поле Судьбищенской битвы, но, тем не менее, для обычного поселения, сельского, их слишком много. Все-таки слободы казачьи, в них жили служилые люди. Из огнестрельного оружия есть в этом году вот у нас находка, совсем недавняя, там, две недели назад мы ее сделали. Это вот такая деталь спускового механизма, мушкета. Наконечник пики казацкой. Такие же мы находили в Туле в свое время при проведении охранных раскопок. Они достаточно простые, простые в изготовлении, не особо-то изысканные, но, тем не менее, это оружие, которое широко использовалось в стычках с татарами. Ну и, конечно, наконечники стрел. Наконечников стрел достаточно много. К сожалению, в основном они плохого качества, поскольку тоже находились в слоях пожаров. То есть, они изначально подверглись влиянию высоких температур. Ну и грунты, конечно, под епифанию не очень-то благоприятствуют хорошему сохранению металлических предметов. Наконечники разных типов. Самый интересный – это вот этот наконечник. Он интересен тем, что такие нам активы, нам очень много встречаются на поле судьбищенской битвы. Он изготовлен по технологии штамповки. То есть, заготовка под наконечник клалась на наковаренку, на форму, по ней сверху производился удар, переворачивался еще один удар, и получался готовый наконечник. То есть, ребро жесткости не выковывалось, а изготовлялось с помощью штамповки. Такие наконечники очень редко встречаются на памятниках, которые нами исследуются. То есть, по большому счету, у нас таких много с места судьбищенской битвы и вот один – епифанские слободы. Он немного отличается от тех, которые мы находим на судьбищах по масштабам, по своим внешним морфологическим признакам. Он немного более вытянут. Но, в целом, это тот же тип. Он однозначно точно так же использовался. И мы считаем, что это однозначно наконечники стрел, которые использовались именно служебными людьми московского государства. То есть, если про остальные мы не можем со стопроцентной гарантией говорить, что это именно наши наконечники, а не татарские, то здесь можно уверенно утверждать, что наконечник наш. Если нам удастся продолжить эти исследования с детальным обследованием всей площади этого города, ныне поселка, то, я думаю, мы за несколько лет сможем создать довольно-таки детальную карту исторической топографии епифаний. То, как она выглядела в XVI веке, и потом проследить те трансформации, которые с ней происходили в XVII-XVIII веках. Продолжение следует...